И Минскому Динамо большой день Еврокубковый и для наших команд в том числе. Мы болеем, мы переживаем. Вот так болельщики встречают футболистов, которые появляются на поле. Как вы понимаете, брещане в синих футболках, ну таких голубых футболках, черных трусах. Ну да, вот видите, на начальных стадиях гимна Лиги Европы еще нет. Я, честно говоря, сам его ждал. Вот в Лиге Чемпионов гимн присутствует, но в Лиге Европы нет. Сейчас объявляется минута молчания на стадионе Брески в память о погибших греческих жителях в страшных, ужасных пожарах. Ну вот диктор объявил, что объявляется минута молчания, но вот пока раз минута молчания в память о жертвах ужасных пожаров в Греции. Это действительно огромная беда, огромное количество погибших. Итак, минута молчания завершилась и сейчас, наверное, самое время перейти к составам команд, которые вышли на поле. Ну, титры вы уже видели. Представление такое первоначальное состоялось. Сейчас я азты выстроена, и причем выстраивается она не один год. И вот то же самое мы видим сейчас. О, Косте этим временем Фомия имел шанс для того, чтобы... ...футболистам, чтобы работать на результат. Подача на йог на ближний угол вратарской. Удак на воротам и 1-0! 1-0 забивает Брески Динамо. Вот так начинается эта встреча. Вот так неожиданно. Но как же приятно. Если я не ошибаюсь, это 55-й номер. Желька Филиппович, центральный защитник Брескова Динамо, подключился к розыгрышу углового. Неожиданное начало для гостей. Неожиданное, но безумно приятное начало для белорусских болельщиков. Только мы рассказывали о том, что не изменилась линия обороны, но вели себя в штрафной площади грехи как-то, ну, прям, скажем, несуразно, да? И мяч не смогли вынести. Подача была на ближний угол вратарской, а дальше не уследили на дальней штанге. И, пожалуйста, Брески Динамо очень быстро выходит вперед в этой встрече на пятой минуте. Ну, это как раз-таки то самое яркое свидетельство отсутствия игровой практики у Атромитоса. Да, линия обороны вы... Поделились вот этой информацией. Они сказали, что ими сами греческие журналисты сказали обратить внимание на Бруно, потому что он лучший по прошлому сезону в составе Атромитоса. Пенальти! Пенальти! Это тренд, это тренд последнего времени. За такое ставили пенальти на чемпионате мира. Испанец точно так же реагирует. Удар, конечно, классное у нас начало поединка. Бресково-Динамо против Атромитоса. Очень хорошее. Были волнения, были опасения. А как же так? Но вот видим, что пока что все идеально. Даже так, наверное, такой эпитет мы употребим. Складывается для коллектива Алексея. Разбег, удар! Как же красиво забивает Павел Савицкий. Очень кладнокровно реализует этот 11-метровый удар. Еще становится 2-0 на 14-й минуте. Вы знаете, Павел Савицкий, конечно, вот сейчас подобным образом дал возможность российским болельщикам, которые возможно наблюдают за этим поединком, вспомнить чемпионат мира. Весь подобные ситуации, но, может быть, ситуация была чуть более напряженная. Федор Смолов что-то по коже изобразил и не попал. Точнее, сыграл здорово голкипы хорватской сборной. Сейчас Павел Савицкий был великолепен. А вот в этом моменте, возможно, где-то Артем Милецкий в свое время делился вот этим мастерством подобного исполнения 11-метрового штрафного удара. 2-0, 2-0. Бреская Динамо впереди. И первая 15-минутка в этой встрече, в этом первом свидании команды. И уже столько событий мы наблюдаем. Но радость местной публики Динар. Для Троллитоса. Веретила. Вновь играет на левый фланг. Здесь перехват. Далеко забрался партнер Веретила. Ну а дальше нужно вступать в отбор. Жесткий. Он тоже удается. И пошла еще одна атака. Опять же, слева Павел Савицкий ищет, кому бы отдать. Пасует на Фомие. Дальше штрафной удар поворотом. Но мяч попадает в сетку с внешней стороны Хабленко. И то я хотел бы сказать сейчас. За эти 20 минут. Как же здорово обречения работают после потери мяча. На половине поля соперника идут в перехват. И вот атака. И вот удар поворотом. Фомие. Но это сынка на скорости мяч подхватил. Сыграл назад. Дальше по флангу. Нет положения вне игры. Опять же, какая-то суета, неразбериха в рядах соперника. Можно входить в штрафную. Можно бить поворотом. Удар. Еще один удар. Положение вне игры. Положение вне игры. Как бы нам не хотелось этот эпизод досмотреть до конца. И увидеть мяч в сетке. Но он попал на перекладину. Скажем так, упал. И вылетел за пределы поля. Ну, хорошую сходу атаку. Очередную хорошую сходу атаку провела Брестская Динамо. Залюбуешься. Наставник Атрометаса показывает там на скамейку запасных. Судя по всему, явно его не удовлетворяет действие Кулуриса. Опасный выпад гостей. Бруно здесь, но явно не по-бразильски действовал. Павличенко уже вышел из-за ворот. Читался переброс. Ну, вот Бруно так бесхитро. Он будет взаимодействовать, допустим, с Чиди Сачук. Да, Филиппович вот только что сам показал рукой, что действительно ему очень больно. Фамия, Фамия, хорош, уходит от соперника. Хабленко не ожидал вот этого отскока украине, судя по всему. Но Фамия как же здорово поборолся. Как там ушел от двоих соперников. Еще раз смотрим повтор этого эпизода. Передача, рикошеты не ожидал Хабленко. Возможно, это последняя уже атака, которую мы наблюдаем. После чего команда отправится в раздевалку. Нужно, нужно очень внимательно доработать этот первый тайм брещанам. Они доработали. Все, свисток, все. 2-0. Это очень хороший счет для первого ищего. Смотренько о составах играющих сегодня команд. Естественно, начинаю я с гостей. Итак, у нас в составе Атромитоса на поле вышли, ну, скажем так, с первых минут матча. Ну и плюс ко всему, естественно, скажу, кто сейчас на поле. Давайте досмотрим атаку Брестского Динамо. Неплохо начинает брещане. Удар Фамия. Удар из подзащитника. А затем, естественно, за у состава Брестского клуба. Пока же все, внимание, игре. Пока мы видим, как очень неплохая передача. Налево, получается, у соперников в штрафную площадь входит игрок Атромитоса. Прострел, но хорош. Великолепное, просто великолепное действие болельщиков. Ну и футболистов соответствующие. Бог ты мой, какой момент, моментище. Бегаса едва-едва это не сделал. Уважаемые друзья, естественно, я уже говорил о том, что... На площади Атромитоса перевод в центр, заброс на правый край. Ну и что, здесь прошел прострел непосредственно в самый центр штрафной. И один из лучших матчей сезона однозначно проводит 88-й номер Динамо. Павел Савицкий, оформляя дубль. И таким образом счет становится 3-0. Ну что, за площадь связанных с составом Динамо. Что мы можем сказать вообще о дубле Савицкого на данный момент? Что его ждет? Ну что ждет? Здорово он раскрывается. Видимо, как-то так. Да, не могу сказать, что это формальность. Ни в коем случае. Опять же, мы говорим о расслабленности. Но сейчас Атромитос постарается, конечно же, ну хотя бы один мяч отквитать. Как в данном случае, вышедший на замену Гаруфалис. Гаруфалис бил поворотом. Маколепная атмосфера на стадионе Центральной. У нас выход практически один на один. Фомие удар. Отбивает мяч Миркович. Удается все же за этот мяч зацепиться футболистам Бреста. Сейчас снова мяч в штрафной площади. Савицкий уже не хитрик. Да! Так и есть. Вот это да! Паша... Две восьмерки сработали. Сегодня Паша феерит. Ну, наверное, один из таких игроков, для которых, наверное, вот стать с нужной ноги, да, когда мяч идет. Когда матч получается 4-0. А ведь впереди еще, ну, почти 20 минут. Савицкий хитрик. 13-й минуты. Реализация пенальти. Отличный удар 61-й минуты. И теперь реализует свой момент на 70-й минуте. Понятно, что от Ромита сбросился вперед, отыгрываться. Но нужно ведь еще и пользоваться теми возможностями, тем пространством, которыми выставляются. Он умеет использовать. Вот такие моменты умеет использовать. У нас снова что-то происходит в Бресте. Напоминаю, что динамоцы ведут счетом 4-0. Нерасчетливая передача назад. Ошибка Павлюченко. И в итоге Георгий Асманусос на 74-й минуте отквитает один мяч. Ну, конечно, это ошибка. Довольно неплохого качества. Как раз с правого края. И здесь Кики опаздывал в этом моменте. Это хорошо, что вот... Муякич вышел на замену. Как раз простреливал. И он же там ввел борьбу. И судя по всему от Веретила. Мяч попал в сетку. Автогол Олега Веретила. Борьба. Ничего не было? Нет. Простая борьба это все время нападающий так борется, защитник так борется с нападающим. Ну, конечно, столь уважаемым специалистом... Хочется, чтобы было нарушение, но его нету. Раз засчитали гол, значит его не было. С этой концов, эти последние 20 минут, мы видим, что в атаке гости Атрамита стараются отыграться. Передача проходит в центр. Удар издали. Муслера, не Муслера, но... Ну, здесь, конечно, это... Да, прямо скажем, Павел Пишин. Хотя 4-3 победа, но мы прекрасно знаем, о чем идет речь. Четыре гола забить на своей площадке, это дорого стоит. Но пропустить 3, конечно, это... Ну, прямо скажем, вообще пропустить любой команде высокого уровня 3 мяча. Продолжение следует...